Поступал от Ваш звонок, и много Ваших комментариев, и съемок, и роликов, именно как сотрудники, и с помощью Вас, и совместно с Вами задерживали и оформляли водителей всех рамков. До Вас был такой Алёхин Владимир. Я думаю, Вам знакомы. У нас есть три месяца с момента правонарушения, чтобы вы привлечь к ответственности. Проблемы, вот я так сразу скажу, проблемы найти данного человека не составят труда. Очень приятно, что продемонстрировали открытость. Вот, на самом деле, приятно. Дорогие друзья, у меня к Вам огромная просьба досмотреть этот сюжет до конца. Это очень важно. Я обращаюсь к каждому из Вас, кто посмотрит этот сюжет. Не забудь в конце видео подписаться на нас, если ты не подписан, поставить палец вверх, написать комментарий, желательно, чтобы он состоял не из одного предложения, а нескольких. Чем больше ты напишешь комментариев, тем лучше будет продвигать YouTube наше видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте. Присаживайтесь. Ситуация... Все, в камеру. Расскажите, что случилось? Телефон с расходом, что случилось. 28-29, это вот по первой ситуации. 28 декабря. Автомобиль Toyota Camry черного цвета. У нас было подозрение, что вы находитесь в состоянии опьянения. Примерно после 22 часов до 23. Примерно в этот промежуток. Сколько? Сейчас скажу, у меня там... Где-то примерно в 22 часа... Так, вам сейчас просто... 39 звонков, я у нас тут... У нас было около 40 звонков примерно. Последний звонок был в 23. И... 39 звонков, 39... Это кому-то в колл-центр звонить, правильно? Это 269-60-72. 272, это вот здесь. 269-60-72. У нас 269-60-76, если не ошибаюсь, раньше звонили. Нам сказали, на него больше не звонить. Да, мы его... Да, мы все себе забили, 72. Сколько приблизительно звонков? Около 40 звонков. А видео покажите, что там вообще случилось с Вадимом Ильичем? Сейчас. Значит, смотрите. Значит, около 40 звонков. Дело все то, что несколько звонков первые, которые были, они прошли. Ну вот, когда, видимо, они поняли на второй звонок, что вспомнили, чья это машина, после этого звонки все прекратились. Я помню, с вами разговоры, я вам расскажу, они не помнят, как у меня машина. Ну, чтобы вы понимали, я вам расскажу, 300 человек в батарею. Скажите, как такое может быть, весь город проехать с одного конца города в центр? Мы с полной, ну, у нас, так скажем, мы не стали в этот раз предпринимать действия по задержанию гражданина с признаками... Ну, вот, кстати, мне интересно, вы же все время предпринимали... Дело в том, что мы хотели показать, ну, ситуация какая, значит, человек едет, да? Мы понимаем, что до центра доехать на протяжении всего времени по-любому экипаж должен отреагировать. Но это невозможно. Нет, подожди, если они стоят, экипажи... Нет, смотри, у нас есть в разных районах экипажа, верно? В разных районах экипажа. Мы сообщаем у пьяноводителей. В среднем экипажа 2-3 экипажа в районе, в зависимости от промежутка времени. Да, где они находятся? То есть, зависит от обстановки вообще. Ну, я понимаю, до этого, до этого, то есть, мы, например, сколько с вами взаимодействовали, да? То есть, и когда поступал от ваш звонок, и много ваших комментариев, и съемок, и роликов, именно как сотрудники, и с помощью вас, и совместно с вами, задерживали и оформляли водителей всех рангов. То есть, и послужащих, и простых, и всех. Правильно? Дело в том, что мы не говорили на каждые моменты, и мы не говорили на номера. Ну, вы расскажите, водичка, что вообще было? Значит, позвонили, мы подъехали к принцу. И когда подъехали, остановились, спустя прям минут пять, выходит два человека. Один из них, вот как раз вот этот беремьян, тогда еще не знаю, тут такой, значит, выходит, идут. Ну, по всем признакам, по походке, по манере, как он, даже когда мы увидели трезвым, мы не можем утверждать, что он тогда был пьян, имел признак. Так вот, это два разных человека, даже, ну, по мимике лица, это даже можно сказать. Но у него имелись, ну, мы даже не будем, ладно, даже пусть он был трезвый. Ну, это уже, да, мы тут тоже, да. Это тоже трезвый, пьяный. Сам факт того, что он сел в машину, без включенного света, и ехал, когда, там даже есть моменты, когда он просто ездит, и говорит, оп, оп, потянул на машину, оп, повернулся. То есть, как бы, потом моменты такие, когда едет, он ускоряется, ускоряется, быстро-быстро-быстро поехал, потому как, ну, вот, как обычно пьяненькие, когда вот такой подшафт. Конечно, он все сделал. Так вот, меня возмущает, что в этой ситуации после драки кулаками не мажут, мы не можем сейчас ничего удержать, в каком состоянии ехал, но признаки имелись, ладно. Мы позвонили в дежурную часть. На протяжении всего времени, пока мы ехали, просто длительное время, причем туда ехали, уж думаю, мы доехали туда, думаю, ну, сейчас, значит, он, наверное, куда-то дашь, потому что он домоёта. Видимо, людей забрал, он действительно людей тут забрал. Мы начнем ехать, мы думаем, ну, как там может не получиться, чтобы у собринки оставили. Нет, ну, то, что вы объясняете, что номер, это, я вам объясняю, это невозможно, даже, если мы, допустим, да, ну, дежурный 300 человек, ну, дежурный не может знать, на чем кто едет. А когда я звоню в 2 часа 30 с чем-то на минуту, дозваниваюсь в дежурную часть, вы представляете, сколько я звонил, и в 2 часа 30 с чем-то я дозваниваюсь, и там есть, я говорю, человек дежурный берет другой трубку, и он говорил, что ни он не принимал, я говорю, а кто принимал? Ну, у вас что-то плохо слышно, оп, и все сбросил. Я бы за перерога это не дозваниваюсь. Это, подождите, это, это вот мы и разберемся. Это мы как раз будем разбираться. Это я вас даже попрошу, чтобы вы написали заявление, вот на моей, вот я попрошу вас, и чтобы мы именно разобрались. И с дежурным, как он принимал, вот это, это не очень интересно. Но насчет того, что сотрудник, я имею ввиду, вы из-за того, что сотрудник, я имею ввиду, нет, нет, ну 300, Владимир Владимирович, ну все мы люди, мы не роботы, это знаете как, у нас нет программы, чтобы он дежурный вбил этот номер, и это сотрудник не надо трогать, у нас нет такой программы, вы знаете, для нас все равны. Вот на тот, на тот момент, допустим, он, наверное, скорее всего, ну должен был сделать, объявить в розыске. Он должен был, ну, во-первых, по рации, по рации, по рации, я могу сказать точно, что другие сотрудники, мы останавливались, когда мы подъехали к грибажу, когда он уже вернулся на место, мы думали, что он потом поедет. Я просто слышу ситуацию до конца. Понимаешь, подождите, я вот, чтобы нам разобраться, я по этому вас попрошу, ну как, вот закончим мы сейчас. Все изложим, все изложить, да, и что мы уже за... Я просто так изложу, смотрите, значит, мы, когда ехали уже, сопроводили его обратно, мы думали, что мы сейчас поедем, но попозже поедем, чтобы уже железно, там все, и ситуация возникает следующая. Мы, видимо, экипаж на другой стороне есть, подъехали туда, спрашиваем, парад передавали, не передавали. Вот, ну, интересно, мы вот это все выяснили, как раз, и получается, что в итоге мы звонили дважды, я говорю, оставайтесь на линии, я буду ориентировать вас. Ну, как всегда, вы делаете, что вы должны, чтобы сработать. Вот есть нормальные дежурные, вы сталкивались. Ну, конечно, тогда, чтобы сработать. А есть вот такой вот, который вот, и мне хотелось бы, во-первых, узнать, что это за человек такой, что у него за фамилия, и почему он себя так ведет. И говорить, ну, понятно, сейчас будет говорить, что он там не знал, и там... Нет, Владимир Владимирович, мы все это проанализируем, просмотрим, поднимем. Я вас еще раз попрошу у нас, я понимаю, я знаю, вы все записываете, все ваши телефонные звонки записаны. Вот, очень интересно, мы, естественно, установим, кто это был. И если человек виноват, он принесет ответственность, это ему гарантирует. Хорошо, так, по этому поводу замечательно, как бы нам, вот мы пока ко второму не перешли, ко второй ситуации, как бы нам сделать таким образом, чтобы, не знаю, там, мы готовы, там, телефон какой-то положить, там, купить, там, за свои средства, там, сотовый, чтобы лежал, чтобы мы могли спокойно дозваниваться, нормально антирировать. Потому что ситуация, когда мы ни одного пьяного, даже вот, например, мы не укладывали еще, вы скажете... Вы знаете, Владимир Владимирович, вы знаете мою позицию, я наоборот, как можно больше пьяных переломим, это безопасно. Вот, вы знаете, я тут еще ни одного пьяного не отмазал. И всегда с вами на Волоконтакте. Я подумаю. Потому что нам надо... Телефон, который есть. Сто процентов. Проблема в чем? Мы не можем, в самый ответственный момент, когда мы выявили пьяного, мы сопровождали до дома. Просто ситуация возникает, понимаете, разные водители. И хотелось бы все-таки, когда реально он совсем такое дело, мы, конечно, его остановим. А когда там он еще нормальный, так скажем, теплый такой, то это лучше, чтобы сделали сотрудники департамента. Потому что разные ситуации могут быть, понимаете, как бы... Ну, конфликт не могут быть. Конфликт может быть. Мы же тоже в руках себя дополнительное время не держим. Но может тоже быть. Ну, по-моему, у нас тоже может и оружие быть. И что угодно, я не согласен. И мы там применим. Может быть, чересчур мы применим самообороны. Знаешь, вот эти вот моменты, чтобы они как-то были все-таки... Да, ну вы просто общественники. У вас сказали честно. Мы не наделены таким правом. Да, у вас нет полномочий. Поэтому мы не можем восстанавливать. Хотелось бы, чтобы ГАИ выполнял свою прямую функцию. Поэтому вот как бы нам нужна бесперебойная какая-то... Бесперебойная смесь, где когда мы можем... Тем более, это не по этот... Это же, как говорится, на постоянной основе мы практически... Не первый год, как говорится, взаимодействуем. Правильно? И не первый год вам оказываем помощь при таких фактах. Сколько роликов, то есть где... Абсолютно согласен. Первое время когда-то что-то, какое-то непонимание было. Да нет, у нас с Вадим Юрьевичем всегда у нас был контакт. Ну, когда только, да, вот как бы зарождалось... У нас с вами вообще никогда не было. Да, вот могу сказать, вот предыдущий комбат, который был, у нас возникли с недопониманиями. Я же... Выяснились, что я говорю. Потом все это, все это, все это, все было, как говорится, взаимодействие очень хорошее. Меня назначили на второй день, Вадим Юрьевич пришел сразу знакомиться. Мы познакомились и вообще благотворно сотрудничали в этом плане. То есть взаимодействие есть. Но вот эти ситуации нужно как-то нам прийти к тому, чтобы вот возникло пьяный водитель, есть, чтобы отреагировали. Я понимаю, там экипаж там оформляет. Вот у нас ситуация. Если мы берем вторую ситуацию, там вообще настолько вопиющие... Вы сейчас удивитесь, конечно, этой информацией. Значит, вот два автомобиля к области. Водительское удостоверение, будьте добры. Скорость выключите, пожалуйста, и машину заглушивайте, пожалуйста. Давай, 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 давай. Без номеров, абсолютно диетичные. Друг к другу одной комплектации. Выезжают от Чайханы. Мы их там сопроводили до Иль-Токио. Чайханы, это кафе, на Кармас. Да, Иль-Токио. Ну, в общем, понимаем, что один из них оттуда начал двигаться, один остался. Ну, как бы, за двумя зайцами погонишься, я не знаю, ну, не поймешь. Мы принимаем решение, преследовательного. Ну, спокойно, без всяких этих, никто ничего не доставал. Это было 12 декабря с утра. Так вот, значит... 12 декабря или 12 июля? Декабря, декабря. Это вот прям было. Это было с 5 до 6. Это уже было с 5 до 6. Они сидели в Чайхане. Да, ну, и, в общем, вся компания была пьяная. Так вот, значит, мы поехали за одним. Ну, предполагаю, что и второй потянется. Значит, экипаж отреагировал у нас от реванцетки 79. Ну, экипаж отреагировал. Отреагировал, все супер, все классно. Задержали, остановили. Водителя, значит, отстраняют управление. Значит, подъезжает второй Ку-8. Я говорю, останавливается. Его там кривой. Он настолько имел наглость, этот второй кривой, что он, в принципе, и сам планировал остановиться. Но его остановили. Он приехал решить вопрос. Я теперь расскажу, кто это. И вам он всем знаком. Вам особенно. Значит, смотрите. Он останавливается, выходит из автомобиля. Видеосъемка полностью есть. Более того, есть видеосъемка у патрульного автомобиля. Если вы его запросите, я уверен, что рапорты не составляют в этом главы сотрудников полиции. Что очень плохо. Так вот, выходит, идет. Минут, я не знаю, там, каких-нибудь, там, шагов 10 делал, там, 10 метров. На протяжении этого времени инспектор меня спрашивает документы. Он, наверное, не обращает внимания. Он возвращается. И он опять за ним. И мы подходим вместе к автомобилю. Он садится в автомобиле. Сидит, машина заведена. Он к нему обращается. Там документы. Он какие-то бумажки ищет. Как бы, с кем ты работаешь у инспектора? Ну, он думал, может быть, там, в управлении сутки Белопадской, пол, там, с кем там. Значит. Он просто не вводится истарение. Я ему говорю шепотом на камеру. Я же вижу глазами, что он держит педаль тормоза. Что пытается сейчас стартануть. У него много мощей в этом автомобиле. Так вот. На протяжении какого-то длительного времени я ему говорю, что нужно, что он сейчас поедет. Он не вытягивает его. Он ему сказал заглушить двигатель. А там кнопка старт-стоп. Он сказал заглушить двигатель. Он сказал, предоставьте документы. Он у меня отпускает. Его остановили. Так вот. Для меня это было очевидно, что он сейчас поедет. Я как потом, сейчас уже для себя понял, инспектор, в принципе, ну, как бы, просто разрешил, можно сказать, таким образом, своим бездействием. Потому что ему нужно было что сделать. Ему нужно было вытянуть. И был бы простой работяга. Его бы вытянули бы оттуда. Не, вы не понимаете, потому что дорогостоящий автомобиль. Не, потому что я испугался. Я думаю, испугался владельца. Объясню, почему. Смысл в том, что применять тоже физическую силу на основании. У него имеется, инспектор сразу срисовал, что не имеется признаки опьянения. Он даже мне подтвердил, когда мы вышли, вот я говорю, он кривой, он говорит, да. И он имеет признаки. Что испугался, Владимирович? Вы имеете в виду, что автомобиль дорогостоящий? Что он испугался, автомобиль, имеет какие-то возможности, связи. Он же не просто так приехал, такой весь перс, пришел, в общем, решать вопросы. Понял, что здесь что-то не так с горожанскими лицами. Он понимает, что вопрос не решится, предпринимает попытку в детство. В итоге он уезжает, за ним погоня. А какая погоня? Один экипаж, 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 экипаж. Я говорю, оставляйте этого водителя здесь и дуйте. Они поехали, оставили. В итоге с ребятами с вами поехали, не догнали. Я пока с этим не давал уехать. Ну, ваши поехали и наши инспекторы. В итоге этот пытался уйти, не ушел. Ну, а вы тоже были на автомобиле, вы тоже не смогли ебать. Так, что я остался с этим. Нет, ну, ваши с тобой поехали. Поехали? У меня был, ну, я супруга был. Супруга осталась со мной, значит, на автомобиле. А ребята поехали с экипажа. Ну, я уже не один был. Так вот, да. И получается, там был. Этот гражданин пытался тут сварить, но у него не получилось ничего. Значит, инспектор потом вернулся с ребятами. Ну, естественно, там и во-первых, и замешкались, это все. Потому что сейчас эти водители отделы. Ну, и сильный автомобиль тоже. И сильный автомобиль, там уже шансов нет. Ну, да ладно. В общем, уехали. Значит, выяснилось, кто это такой. У вас раньше был предшественник, вы раньше были командиром центрального взвода. Да я во всех районах был. Вот, и когда я помню, центрального, у вас был, до вас, был такой Алёхин Владимир. Я думаю, вам знаком. Знаком вам такой? Вот этот человек был за рулем этого автомобиля. Он именно приехал в этом состоянии. Я вам сейчас даже фотографию покажу. Это уже подтверждено. Ну, и тоже это надо писать, как говорится, разбираться, вызывать. Ну, Валя, что видео у нас сможет и то, и это все. Я вам все предоставлю. Смотрите, дело в том, что по поводу того, что, вот если мы берем первую ситуацию, я полностью все расписываю, приобщая, как говорится, к заявлению, к подращению все материалы. А по поводу второй ситуации, у вас имеется, если вы сейчас назначите служебную проверку, у вас имеется патронный автомобиль записи. Потому что все у вас это перед патронами. У меня, конечно, есть, я просто могу. Но вы можете предоставить, чтобы мы предоставим. Конечно, это не возможность, это мы предоставим, я имею в виду, чтобы время не терять, вы, когда увидите, что в патронном автомобиле имеется запись, где автомобиль останавливается сотрудником, сотрудник подходит, и, значит, в итоге уезжает автомобиль, и сотрудник в курсе, что его требование не было выполнено, это 19-30. Это было 12 января, то есть все записи имеются, рапорт его должен был быть по-любому, потому что это чисто воды, неповиновение закону требуется. сотрудник в курсе, 19-30. И мы могли всех проверять всю эту компашку, у нас там потасовка же случилась тоже. Нам пришлось примерить, сейчас. Да, 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 да. Когда уже... В данном смысле они получили свою и всю свою работу. То есть все, да, не нужно. Да, все, да. Так вот, все, мы начали прыгать, тот, кто на меня там, в 15-м году нападал, все они на фотографиях, все с друг с другом связаны. То есть вы уже сталкиваетесь с ними? Мы именно с этими людьми впервые, впервые до этого друзья, потому что на фотографиях в соцсетях они все вместе. У нас все это заскринено, как бы все это. Даже есть вот сотрудник дежурной части, который, сейчас я скажу фамилию его, у нас все пароли, все явки. Мы провели свое независимое небольшое расследование. Значит, есть у вас такой Юрий Павленко. Есть. У него кличка Хохол. Вы знаете, он вообще, ну нам известно, чем он вообще на самом деле занимается. Вот у него, ну да ладно, об этом мы, знаете, слышали вообще слово «клавнальщики»? Знаете, вот это вот большая компания, вот это всего, вот это всех людей, вот к этому слову очень применимо. Вот. Поэтому они имеют большие возможности финансового характера, значит, но мы со своей стороны, вот и мне хотелось бы вас попросить, чтобы вот этот человек не имел возможности никакой избавиться от доказаний. Более того, вчера было ДТП, на Черемушке, значит, оформляли сотрудники полиции, мне предоставили… Черемушки – это отравные? Ну да. Насколько я понимаю, да, отравные. Но это отравные, это не наша история. Ну, дело в том, что он хотя бы как минимум должен быть в розыске, этот автомобиль есть. Вот тут стоят два КУ. Вот первая КУ-8, это те же самые диски, дальше вот патронный автомобиль, и вторая КУ-8 там. А этот Туарек, значит, который совершил… Они на подмогу приехали. Ну, это сотрудники второго Виталина. Второго Виталина. Ну, если мы… Ну, если мы… Ну, если мы… Может быть, вы этот сотрудник… Может быть, вы этот сотрудник… У нас это говорит о чем? Навряд ли… Рапорт сотрудник полиции писал, никто не разыскивает водителя. Без номеров? Без номеров они понятны, почему они просто… Ну, это вам надо на… Я даже не знаю… Это не наши компетенции… Нет, меня на номера не волнует. Меня волнует водитель вот этот. Его никто не предпринимает попыток розыска. Почему они туда приехали? Потому что, опять же, этот Алёхин имеет возможности влияния, имеет рычаги, старые знакомые… То есть, он никогда войлся? Ну, пару лет назад. Ну, пару лет назад… Да И кто он был у нас? Он был командиром взвода, он в КПУ работал командируем В Patterson… Он увольнялся премья, по-моему инспектором. Возможно, выlanci… Нет, он была командиром взвода. И в 2014 году… То есть, его понизили. То есть, он стал старшим инспектором.. Да, или старший инспектором! То есть он уже увольнялся, когда на пень, это было где-то 2 или 3 года назад, он увольнялся как старший инспектор. То есть командиром его взвода всего был, наверное, один год. То есть с 2012 по 2013, ну, 13 копеек. Ну, я понимаю. То есть год-полтора. Ну, вот как раз, вот смотрите, какая ситуация возникла. Есть сотрудник ДПС, который остановил этот, точнее, ну, попытку остановить, предпринял в отношении его, не вытягивал его. Я уверен в том, что он его узнал. Знаете почему? Там на месте, когда водитель, точнее, был у второго пушки, был пьяный пассажир. Он проснулся, это собственный транспорт, он средств того, проснулся, и он с сотрудником ДПС начал общаться. И говорит сотруднику после этого фразы, сотрудник аж как-то вот испугался, потому что я это услышал. Давай позвоню Вове. Ну, понятное дело, кому он имел в виду? Он имел тому Вове, Алёхину, который уехал. Валерий Кузьмин, что в этом рассказе? Мы прекрасно все понимаем, откуда, что там растет. Я немножко не согласен с вами. Вы так объясняете, если бы там приедет сейчас какой-то человек, и сразу это вот, мы все сдаемся на этой холосте. Скажите, будет рапорт от сотрудника, либо от командира взвода, по факту того, чтобы не выполнять законы требования сотрудника полиции? Мы разберемся, Валерий Кузьмин, может быть, до этого три месяца. Валерий Кузьмин, может быть, уже есть рапорт. Мы разберемся сейчас. Может быть, я не знаю. Для этого все. Для того, чтобы привлечь по 19-3, моего заявления вообще нет в этой необходимости. Потому что есть фактически административное правонарушение, которое было совершено в конкретное время, в конкретном месте, и его требования не было выполнено. Поэтому уже должны были его искать. Хотя у нас их по пальцам может перечесть эти кушки, и вот они уже все друг друга знают. Остановили, выявили, привлекли к ответственности. В суд доставили там 1000 рублей штраф, либо арест административный. Но в данном случае он имел признаки опьянения. Почему он их не просто так? На его месте я бы перед судом ходатайство заявлял о том, что более высокое мере наказание в виде административного ареста. Потому что его поступок общественно опасный. Это же право судей решения. Это право суда. Но право инспектора тоже есть. Он же административный материал составляет. Он может поднять ходатайство. На сколько они тоже определенных лиц, допустим, что привлекли именно к административному аресту. То есть те же тонированные машины, которые останавливаешь один раз, второй раз, третий раз, четвертый. И везешь его в суд, а его тысячи рублей выписывают. Понимаете? Ну ладно, мы отвлеклись. Ну я понимаю. Но, тем не менее, есть у инспектора право, у суда тоже есть право. Поэтому каждый своим правом должен пользоваться. Он должен довести до суда, что это общественно опасный был поступок. Тем более в тех обстоятельствах он мог совершить все что угодно. Понятно, у него имелись признаки. Вот для этого как бы нам же вы пришли. Мы обязательно подготовим эти обращения. Но они, вот второе, допустим, если мы берем заявление по ПУ-19, оно не связано никак с тем, чтобы вы не могли бы сейчас этим заниматься. У вас есть фактически административное правонарушение, есть события. Владимир Владимирович, дайте нам видео, предоставьте заявление. И сложите все, и мы отдадим вам ответ, мы разберемся. Я, смотрите, я в этом плане абсолютно никаких проблем, все подготовим. Но зачем ждать моего заявления, когда есть сам поступок, есть правонарушение, и оно было на глазах сотрудника. Владимир Владимирович, вы пришли, я не понимаю, чтобы разобраться. Я, допустим, не знаю, где там поступок, где нарушение. Так мы уже в рампу служимой проверки сейчас. Подождите, ну вот вы пришли, дайте нам заявление. Мы сейчас просмотрим заявление, если мы увидим там... А если давайте так, если мы назначили, человек избавится от наказания? Если нет, чтобы кто-то где-то ехал, чтобы кто-то где-то нарушил, я вообще этого не видел. Вот смотрите, тогда мы так сделаем, я понимаю. Я почему говорю, ну, нужно заявление, чтобы все это отходить. Смотрите, смотрите, вот смотрите, вот пушка останавливает, вот ее останавливает. Ее останавливает. Я могу в WhatsApp эту запись прислать, просто это все убыстрит. 21, через понаселяю. Просто, я не понимаю, проблема в видео, это в Патроне уходили, должно быть это видео, она у меня. Может быть, вы же сюда инспектора. Да, что было вверх, чтобы просто вышел. Пошел решать, где ты вышел, прошел решать вопросы. Он даже до Патроны, но Ахануне не дошел. Он прошел, развернулся и назад вернулся. Все, спокойно. Ну, спокойно вышел, я говорю, дерзко, что он такая... Как понять? Имея признаки опьянения, подъехать, которым он на автомобиль выйдет, и он понимает, что тут что-то не так, не такая обычная ситуация, как обычно бывает, что здесь вопрос не решится. Вы же знаете, как я говорю? Нет. То, что, например, данный человек не узнал, да. Но пока вот здесь, пока, ну сколько съемок идет, пока ничего тут такого нет. Ну, там ничего пока нет, пока мы уедем. Он разговаривает не только, наверное, на Ахануне не зашел. Он, наверное, до Патроны в Ахануне не дошел. Пошел именно на Ахануне, когда превернулся на Ахануне. Ахануне не за особое внимание, смотрим, выйдем из города. И вообще сейчас уже 17-й год. Ручно регулируем. И любой командный, видите, не снимается, чтобы не было в пол. Это что я вообще-то? Ну, тут, как раз, у тебя как-то автомобиль работает. Ну, водитель вышел, у меня инспектор прошел, не дошел до патрульного автомобиля, вернулся, свой автомобиль сел, и сейчас вот инспектор беседит. Пока ничего не слышно. А что мы не разговариваем? Ну, сейчас нам будет. Он документы выщет, он нам документы спросил. Это он ставит логику восьмую, да? Угу. Вот что тут, как говорится, с ним, подходит в поле, как называется, как с исками, на это. Вытянули или нет? Нет, подождите. Ну, подождите. Ну, если он и признаки обвинения, как обычно поступать? Есть признаки обвинения. Ну, если понимаешь, что сейчас обвинение, надо посмотреть, да, примените. Вот у него, я вижу, есть признаки. Инспектор видит есть признаки. Он же не просто так с ним... Ну, инспектор нам сказал, что есть признаки обвинения. Да, абсолютно верно. Сейчас он может скажет, сейчас попозже, может, сейчас он скажет, что признаком, что не было. То, что он вышел, прошел 10 метров, вернулся, ни с кем не разговаривал, то есть. Не спотыкался, не шатался со стороны стороны, это не запасно. Отлично, хорошо он не в этом, не в этом, не в такашку. Ну, то есть, там, это, различные, есть признаки. Мы его не защищаем, но надо конкретно разбираться. Потому что, если он сейчас... Есть запалка, там прямокогольник, который не передает силу. Симу, без, как говорится, нарушая закон, он понесет наказание инспектору. Вадим Юрьевич, вы знаете, что инспектор сейчас никогда не применит физическую силу просто так. Я могу сказать, что, если мы посмотрим вообще в целом, как применять физическую силу, мы не говорим про сагреты именно в Воронежской. В Воронеже же это, к счастью, либо, к сожалению, наверное, к счастью, что не применяет физическую силу. Так вот, вот когда ее действительно нужно применять, ее не применяют. Почему? Ну, вот пример простой. Ну, подождите. Вот 10 человек, допустим, совместно с вами останавливают в Валючу. Я в плане. Подождите, Ваня Викторович, дай послушать. Ну, вот он ему просит документы. Нам, конечно, чтобы провести все в проверку, в зависимости от этого нужно. Да, это в любом нам предоставить. Ваня Викторович, мы вас попросим сейчас. Все, мы возложим, и, пожалуйста, видимо. Видимо, обязательно продавим в связи. Чтобы мы посмотрели, если мы его смотрим, назначим служебную проверку, и будем разбираться. Поставьте на парку, ему говорили. Ну, поставьте на парку. Ну, это смотреть надо, разбираться. Отпрашивать его, вызывать водителя, отпрашивать этого, респекта. Вот скажите, есть признаки административного права нарушения в 19-летие? Здесь? Да. Здесь есть. Есть. Вот и я тоже вижу. И этот водитель должен быть, как минимум, понять, за пьянку он уже не будет привлечен. Сейчас я. Пам-пам-пам. Давайте подытожу. Видео, как вы сбросите нам? Видео, давайте мы сделаем таким образом. Я изложу все это за выходные. В понедельник я... Может, флешку как-нибудь привезете? Я на диске один запишу. Или на диске. Здесь будет два обращения. По одному факту, по дежурному. Да. И по второму факту. И для диска, соответственно. В чем будет вот это все? Вы усматриваете 19-летие. У нас есть три месяца с момента правонарушения, чтобы выбрали личку ответственности. Проблемы, вот я так сразу скажу, проблему найти данного человека не составит труда. Все его прекрасно знают, знают, где он живет, знают, где он остановит. Я, допустим, не знаю, где живет. Ну, остановить. Машина это постоянно курсует. Я больше знаю, где он отдыхает, в каких заведениях, когда, где живет, в сотовые телефоны. Я, откуда я знаю это все? Нет, ну, допустим. У меня никаких нет возможностей, как у вас. Примерно, что он новая информация. У вас все это есть. Тем более, более того, вы просто подойдите к этому по кличке Хохол и спросите у него, где твой друг? Пусть он сам приедет сюда. Пусть он сам приедет. Зачем его искать? Зачем его позвонить? Мы будем разбираться. Все просто. И более того, просто я скажу, почему я решил додавить их. Они настолько оборзлили. Они решили там нас искать. Что нас искать? Друзья там отдачщики. Мы не прячемся. Что нас искать? Поэтому, если какие-то вопросы, могут позвонить, и мы встретимся. Так вот, у этих ребят что-то... Почувствовали? Я просто так скажу. У меня в этом плане, чем больше ко мне сопротивления, тем больше я сопротивляюсь. Я больше буду сопротивляться и барахтаться. Поэтому, вот они не должны, вот эти, кто себе думает, что могут себе позволить ездить пьяными, Я, наверное, не заду спрошу мое запрещение за ворудованный французский. Но они не будут ездить. Хаклоу... Вот я сейчас... Да, не буду. Я ставлю это на поток. У него есть интерес, за что зацепиться. Я думаю, он знает, за что. и он увидит этот сюжет, у него не все зла. Делается то, что если я дам вам информацию, то он это все скорректирует, потому что, допустим, вы поручите ко мне, а тот человек в хорошем отношении с этим хохлом. Поэтому мы проведем эти мероприятия, и когда о результатах вы узнаете, он не будет служить, потому что это все одна шайка лейка. Мы когда все увидели, все взаимодействия, все это компания, все там сделайте намек какой-то. Тогда это все будет ясно. Так, все тогда, при заявлении будете, чтобы мы на опережение. Не получится на опережение, просто потому что... Нет, если человек не достоин службы, давайте мы его не достоин службы. Не просто так, почему вы в курсе, почему его с ВРО перевели в дежурную часть, может быть, у него надо поинтересоваться. Дело в том, что то, чем он занимается, он давно еще, с давних времен занимается, сейчас занимается, ему почему-то не мешает сотрудникам париться при этом быть. И действие, которое он осуществляет, тоже почему-то не мешает. А фактуру нам дается. Вот. А фактуру мы лучше сделаем дело, и будет вам сразу и фактура, и повод уволить. Вот это вот самая лучшая фактура. Но любые действия с их стороны, я просто хочу, чтобы вы до сотрудников занесли, любые действия, препятствия какие-то. Мы вроде нормально взаимодействуем. Никаких нет ни людей. У нас воронеже реально за последнее время там и люди говорят, что действительно изменения там в лучшую сторону. Потому что при дикторею там было одно, сейчас совершенно другое. И хотелось бы, чтобы оно и продолжалось на улучшение. А что получается? И агрессию порождаем такими действиями. Я, допустим, я был не то, что возмущен крайне, вот поведением там дежурного. Вот это все. Это вообще как? Вся наша деятельность коту под хвост. Нет, ну насчет номера, Вадим Юрьевич, это исключено. Я вам объясняю. 300 номеров он не может иметь. Мы вчера вот с ним встречались, с Мириньяниным Андреем, значит, там в 53-м кабинете. Он, конечно, не ожидал, что мы приедем. Ясное дело, он будет говорить, что он трезвый. Мы не говорим, что он трезвый. Вы сейчас на другую. Ну это ладно. Но я просто к чему? Я дал объявление, как говорится, в наших соцсетях, в наших ресурсах, о том, что разыскивается вот такой человек, фото, скриншот с видео. И что выходит? Я не давал никакой информации, никакой машине, никакой авторитет, вообще только фото. Он мне пишет, вообще посторонний человек, он меня даже не знает, пишет посторонний человек и говорит о том, что если это на Тойоте камеры, то я знаю кто это, потому что он частенько из лица ездит пеной. Человек вообще не заинтересован ни в чем. Он, понятно, он говорит о том, что у него болит сердце и все остальное. Но это никому никогда не мешало. В чеченном составе нужно работать. Я вот про что. Про то, что очень много сотрудников ездит пеной. И даже которые, казалось бы, нормальные ребята, но ездят пеной. Сейчас дешевое такси, как говорится, вызвал такси. Вот и меня удержали. Мне не составляют друга. Это перед каждыми всякими праздниками мы проводим также беседы с сотрудниками. И на разводах предупреждаем на проведение развода. Даже вот перед праздниками идут какие-то праздники. 23 февраля, 8 марта, да и так. И в течение этих занятий. То есть мы ему говорим, что ничего не составляют друг друга. Вы другу просите, чтобы он дальше. Бывают праздники. У вас праздник. День рождения, свадьба или еще что-то. Крести мы там все. И эти, не пожалеете, 200-300 рублей. Сейчас 300 рублей заплатил. И с воев до севера надоешь элементарно. И душа спокойно села на занятые сиденья и езжай спокойно обнимайся со своей женой, любимой девушкой. Зачем это? Ну, по крайней мере, мы от таких сотрудников избавляемся. Если такие факты происходят, мы стараемся этих сотрудников уволить. Это действительно так. И все вот эти вот, я говорю, сколько мы совместно столько задержали, оформили благодаря вам, как говорится. То есть бывают вот такие исключения. То есть под таким исключением надо разбираться. Просто вот предновогодняя суета все равно. Проверки, как говорится, проводить все, опрашивать всех, чтобы какой-то вывод сделать, надо всех попросить. Ну, я согласен. Почему мы попросили? У вас съемка для того, чтобы это посмотреть, правильно? Ну, плюс просить того же инспектора, того же водителя, кто был, туда уже делать выводы и все доказывать. А так и дежурные, то есть дежурные. Сейчас мы даже вот на скитке не можем сказать, потому что мы можем сказать, кто и работал 28-го числа, но их там было трое. И из троих любой мы можем взять. То есть, как вы говорили, первый один брал один, а потом в этот. Ну, было слышно, там на видео есть. То есть и когда они. Сейчас, допустим, они, если суток сменились, мы даже их сегодня опросить не сможем. А заявление будет, мы конкретно будем уже разбираться. И дежурные, кто разговаривал. Также мы именно, есть у нас средства, когда можно посмотреть, как звонили, как обращаются люди. Потому что и генералам это отлично самое первое, то, что это на обращение граждане реагируют. Каждое обращение регистрируется вообще. Любое сообщение регистрируется. То есть, как бы, если кто-то вот так вот по-хамски повел и бросил трубку, не стал общаться, ну, этот человек будет наказан. Это минимум будет наказано вообще. Скажите, лучше на какой телефон звонить, чтобы было вот на данный момент, вот если ближайшие рейды, также на этот телефон 72, который оканчивается? Ну, это один телефон. А второй телефон у нас, это который, колл-центр, который по ДТП, 269-66. Ну, там, во-первых, мы объясняли в соцсетях то, что, например, допустим, если девушка или дежурный принимает сообщение о ДТП, то там остается именно то, что как будто он не занят, а как будто гудки длинный, потому что он автоканальный. И вы думаете, что не берет, а на самом деле она разговаривает в это время. А сообщение, если столько ДТП, это которое заявили, а которое отказали, то есть, то есть, звонков действительно много. И, то есть, на этот телефон будет тяжело дозвониться. Либо стоп-длинный. Сейчас мы будем разбираться, покажем факт. У меня просьба все-таки. Как нам взаимодействие наладить. Я вот даже думал, если есть такая возможность. У нас мероприятия редкие проходят. Как в каком смысле? Ну, раз в неделю мы проводим мероприятие. Это у нас суббота в воскресенье. Вот в эту субботу там не получается, но в следующую субботу получается. Почему у нас это крещение будет? Наоборот, интересно. У нас много личного состава. Пригласили друзья, поэтому у нас остается. Я согласен. В следующую субботу. У нас раз в неделю, может быть, можно каким-то образом организовать, допустим, прикрепить экипаж. Давайте подумаем. Давайте подумаем. У нас просто сейчас обсудимый образ. Я понимаю. У нас просто 17.00 совещание сейчас. Личный состав ждет. Хорошо. Ну, в общем, вы подумайте на эту тему. И в понедельник я принесу вам как сюда принести заявление или туда, в канцелярию? Как лучше сделать? Ну, если я на месте, вы можете мне принести их. А санцелярия здесь на втором даже? Хорошо. Я тогда ставлю. Ну, в понедельник. Да. Ну, низкие. Обязательно, чтобы были низкие. Спасибо большое. Все, и вам. Спасибо. С внимающим крещением. Спасибо и вас. Очень приятно, что вы продемонстрировали открытость. Вот, на самом деле, приятно. Спасибо. Спасибо.